ДВХАП.РУ Еще один момент, который очень важен, мы должны все понять. Мир сегодня меняется очень быстро, и вы видите, какие сложные процессы происходят. Но самбо это еще посланник миролюбивой политики, потому что в основе заложена самооборона без оружия. Мы никогда не нападали, но если кто к нам приходил, мы всегда давали должный отпор. И это очень важно, это заложено в философии. Мы говорили о том, что самбо это и наука побеждать. И вот в этих вопросах мы вышли за рамки обыкновенных спортивных соревнований. И считаем, что сегодня самбо это национальная идея с точки зрения формирования патриотизма, гордости за свою страну, за свой народ, за наши предшествующие поколения, за наших героев не только в спорте, но и в нашей стране. Вы знаете, в этом году самбо будет 79 лет, а в следующем году будет 80 лет. И мы, естественно, прекрасно понимаем, что самбо живет с нами и прошла все тернии развития нашего государства, все сложные периоды. И все представители самбо это успешные люди. Люди, которые достигли не только больших результатов в спорте, но и в жизни, и в науке, и в бизнесе. И это люди, которые сегодня являются во многом образцом здорового образа жизни в наших регионах. Я хочу сегодня просто еще раз сказать, чтобы наш форум прошел сегодня именно в открытом диалоге. Существующие вопросы, проблемы, они должны быть здесь все разрешены, и мы должны создать именно такое направление, которое позволит нам действительно его представлять как национальный, отечественный вид спорта. Вы знаете, в октябре месяце был у нас совет по спорту при президенте Российской Федерации Владимире Путине во Владимире. И там впервые с новым звучанием мы представили все свои наработки именно по развитию самбо в нашей стране. И президент нас в этом поддержал. Я думаю, что об этом более подробно расскажет президент Федерации самбо Сергей Владимирович Елисеев. Но еще раз хочу сказать, мы приехали сюда, на Дальний Восток, для того, чтобы встретиться с единомышленниками, еще раз почувствовать плечо и сказать всем нам, что мы единая большая семья самбо.